Ingenoti – это демонстрация технологий, проект, цель которого – впервые испытать новую возможность в ограниченном объеме. Предыдущие демонстрации революционных технологий включали марсоход Sojourner Mars Pathfinder и крошечные спутники CubeSats Mars Cube One, морку, пролетевшие над Марсом в 2018 году. Ingenoti оснащен четырьмя специально изготовленными лопастями из углеродного волокна, расположенными в двух роторах, которые вращаются в противоположных направлениях со скоростью около 2400 об, мин, во много раз быстрее, чем у пассажирского вертолета на Земле. В нем также есть инновационные солнечные элементы, батареи и другие компоненты. Компания Ingenoti не использует научных инструментов и представляет собой отдельный эксперимент от марсохода Perseverance Mars 2020, что затрудняет полет вертолета на Марсе. Во-первых, разреженная атмосфера Марса затрудняет достижение достаточной подъемной силы. Поскольку атмосфера Марса на 99% менее плотная, чем атмосфера Земли, изобретательность должна быть легкой, с лопастями несущего винта, которые намного больше и вращаются намного быстрее, чем то, что требовалось бы для вертолета массы изобретательности на Земле. Кроме того, в кратере езера может быть ужасающе холодным, где в феврале 2021 года настойчивость приземлится вместе с изобретательностью, ночью там опускается до минус-минус 90 градусов по Цельсию. В то время как команда Ingenoti на Земле провела испытания вертолета при марсианских температурах и считает, что он должен работать на Марсе, как и предполагалось, холод подтолкнет конструктивные ограничения многих деталей Ingenoti. Изобретательность предназначена для демонстрации технологий, необходимых для полета в марсианской атмосфере. В случае успеха эти технологии могут позволить использовать другие передовые роботизированные летательные аппараты, которые могут быть включены в будущее роботизированные и человеческие миссии на Марс. Они могут предложить уникальную точку обзора, необеспечиваемую современными орбитальными аппаратами высоко над головой или марсоходами и посадочными модулями на Земле, обеспечивать изображение высокой четкости и вести разведку для роботов или людей, а также обеспечивать доступ к местности, недоступной для марсоходов. В период с 2014 по 2019 год инженеры Джплэле осторожно продемонстрировали, что можно построить самолет, который был бы легким, способным генерировать достаточную подъемную силу в тонкой атмосфере Марса и способным выжить в марсианской среде. Они тестировали все более совершенные модели на специальных космических симуляторах в лаборатории реактивного движения. В январе 2019 года настоящий вертолет, который вместе с Пиорс и Виран слетит на Красную планету, прошел окончательную летную оценку. Провал любой из этих вех может привести к эксперименту.